Специалисты по сей день изучают трагическую историю гибели Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. На сегодняшний день эксперты готовы представить новую версию смерти пилота и пассажирки. По их мнению, одной из причин гибели людей могло стать возгорание проводки. Так называемые черные ящики в частной авиации фактически не применяются. Но и без этого опытному эксперту многое скажет даже деформация деталей. Состояние проводки покажет, что могло стать причиной возгорания. Скорее всего проводка это одна из версий. Цитирует специалиста агентства новостей. Более того, эксперты сообщают, что виной произошедшему стали также и ошибки пилота. Известно, что он сам заправлял самолет перед полетом, а двигатель не мог завести с первого раза. Но не обратил внимания на этот момент. К тому же, по словам других летчиков, Колтовой выбрал неподходящую местность для полетов. Ни в коем случае нельзя летать над трассами и домами. Если бы пилот летел над полем, то смог приземлиться. Пробег такого самолета до полной остановки всего 200 метров. Он шел над трассой и не успел дотянуть до безопасного места для посадки. Ему не хватило нескольких секунд. Скорее всего, надышался угарным газом. Делится мнением генерал-майор Магомед Толбоев. Технический эксперт Юрий Антипов сделал предположение о неисправности, спровоцировавшей крушение легкомоторного самолета, за штурвалом которого сидел ведущий. Он отметил, что когда самолет Колтового пролетает над дорогой за воздушным судном, из моторного отсека тянулся белый шлейф. Юрий Антипов склонен считать, что вскоре после вылета с подмосковного аэродрома Мечкова двигатель летательного аппарата начал испытывать масляное голодание, вызванное разгерметизацией магистрали. Юрий Антипов отметил, что инструкторы Александра Колтового не готовили его к подобным инцидентам в небе. По его мнению, любой более или менее опытный пилот сразу бы обратил внимание на показания приборов, которые измеряют температуру двигателя и давление масла. В случае ненормативных данных, по словам Антипова, следовало сразу развернуться и совершить посадку на аэродроме вылета. Антипов заявил, что место крушения сразу показало причину, что была техническая неисправность. Но он отметил, что все-таки имела место быть ошибка пилота, хоть и косвенная. По мнению эксперта, Колтовой не делал то, что надо было делать.